Встаем на рельсы. Сколько средств направят в край на развитие железной дороги? Борьба за слово. Жители Барнаула собирают подписи против закрытия сразу четырех библиотек. В клетке со скрипкой. Какие произведения и зачем прозвучат для питомцев Барнаульского зоопарка? Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Заринске открыли новую станцию, которая не видела ремонта несколько десятков лет. На развитие вокзальной площади компания РЖД направила полмиллиарда рублей. Отреставрированная станция стала настоящим подарком ко дню работника железной дороги. На Заринском перроне столкновение двух эпох. Первый в истории русский паровоз Черепановых и недавно построенная станция. Новая пассажирская платформа и мост. Современный фасад здания вокзала, пандусы и музей под открытым небом. На инвестиции от компании РЖД произведена замена путей и стрелочных переводов. Конечно, если сравнить с тем, что собой представляла станция буквально два года назад, и с тем, что сегодня, то это точно вчерашние и завтрашние дни. В городе, где работают целые династии железнодорожников, открытие новой станции – праздник для каждого. На вокзале собрались сотни людей. Старожилы говорят, что внешний облик вокзала теперь не узнать. Чисто, конечно. В 1972 году мы сюда приехали и ходили в детеном сапогах. Я даже помню, какой здесь был вокзал деревянный, как мы сюда приехали, какая здесь была грязь, я все помню. Город небольшой, у нас любое торжественное мероприятие практически считается праздником. У людей хорошее настроение, есть чему порадоваться и внешне, и в душе. Сейчас между железнодорожниками и правительством региона обсуждается вопрос ремонта здания Барнаульского ЖД вокзала. Реконструировать памятник истории архитектуры не так уж просто. Определяем интерьер и согласовываем все необходимые проектные работы с администрацией Алтайского края и соответствующими органами. Всего же в этом году общий объем инвестиций от РЖД в Алтайский край составит более 3 миллиардов рублей. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнауле сегодня вечером на 4 дня перекроют участок Павловского тракта в районе пересечения с улицы Ипофова. Это связано с проведением работ по ремонту тепломагистрали. В связи с этим изменится движение автобусов номер 60, 110, 113, 9, 114, 47 и 151. Пассажиров просят быть внимательными. В Барнауле собирают подписи против закрытия четырех библиотек. Об этом сообщает Банк Факс. О чем еще пишут издания Сибирской медиагруппы смотрите в нашем обзоре. Те, кто собирает подписи против закрытия четырех библиотек Барнаула, таким образом выражают свой протест против очередной оптимизации в культурной сфере. Речь идет о прекращении работы четырех библиотек номер 4, 16, 22 и 37. Их финансирование приостановили еще в июле. Правда, зарплаты сотрудникам пока не выдают. Да и официального документа с решением Барнаульской администрации нет. Корреспонденты Банк Факса пишут, что сами библиотекари не возлагают каких-то надежд на сбор подписи. Ведь эта инициатива вряд ли сможет заинтересовать и как-то повлиять на определенные органы и ведомства. В краевой столице начали ремонт зловонной канализации на Павловском тракте, пишет Политсибрум. Это поможет решить проблему неприятного запаха в районе. Сейчас идут земельные работы, все необходимое оборудование закуплено, ремонт планируют закончить к октябрю. Журналисты напоминают, что раннее канализование трех домов на Павловском тракте шло через частную сеть. И лишь потом стоки попадали на сети, которые обслуживает Барнаульский водоканал. После того, как владелец частной канализации ее остановил, стоки начали выходить на поверхность, и неприятный запах усилился. Необычное предложение руки и сердца сделал барнаулец своей девушке, сообщает комсомольская правда Барнаул. Десятки прохожих останавливали ни о чем не подозревающую девушку и дарили ей цветы. Затем появился и сам жених с букетом роз. Ответом на предложение руки и сердца, конечно, было «да». Не перевелись еще романтики на Руси. Так прокомментировали видео, которое появилось на паблике «Барнаул-22» жителей краевой столицы. Ведь почти каждая девушка мечтает именно о таком предложении. Татьяна Голубева, наши новости. Опасное насекомое завезли в Барнаул с голландскими хризантемами. Зараженную партию цветов обнаружили во время фитосанитарного контроля сотрудники Россельхознадзора. В общей сложности было заражено 250 хризантем. Барнаульский предприниматель заказал их из Нидерландов для продажи. Результаты лабораторных исследований показали, что цветы были поражены западным калифорнийским трипсом, одним из наиболее опасных вредителей растений и овощей. Цветочного бизнесмена обязали уничтожить инфицированную партию. Скрипка для льва. Питомцев Барнаульского зоопарка, который в это воскресенье отметит восьмой день рождения, поздравят необычным образом. Для гостей приготовили большую программу. В честь события в зоопарке заложат новую звезду на Аллее Славы. Барнаульцев ждут выступления казаков, фотозоны с зеркальными человечками, игры для детей, концерт, а также показательное кормление питомцев зоопарком. Изюминкой праздника станет выступление музыкантов в вольерах с животными. Для медведей сыграют на аккордеоне, а для львов на скрипке. Кроме того, в день рождения зоопарка гостям покажут новорожденных. В этом году родителями стало рекордное количество питомцев. А мы подводим итоги розыгрыша, который наша телекомпания объявила совместно с парком развлечений «Орликино». Мы ждем победителей к нам в студию, где вручим обещанные билеты на аттракцион «Ракушки». И сегодня же объявляем о начале нового розыгрыша от парка «Орликино». На кону билеты на аттракцион «Космос». Условия те же. Нужно сделать репост информации о розыгрыше, зарегистрироваться в нашей группе, а также в группе парка развлечений «Орликино». Генератор случайных чисел определит троих победителей. Итоги подведем 8 августа. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 3 августа в крае переменная облачность без осадков до 24 тепла. В Бийске и Изминогорске, в Славгороде, Рубцовске и Олейске 23, в Ишинале. В Барнауле переменная облачность, ветер юго-западный умеренный днем до 22 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин